Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим о том, как выгодно можно провести свое время в ожидании Shadowlands с целью того, чтобы получить различные редкие награды, каких-либо маунтов, которых, например, сейчас можно получить со 100% дропом. Ну и это будет, в принципе, неплохо относительно для тех людей, которые собирались вернуться в игру, то есть они будут знать уже, чем смогут заняться в ближайшее время. И, само собой, если человечек через год посмотрит этот видосик, то он осознает, что он потерял и, может быть, что ему стоит сделать. Начнем же. Стоит немножко внести термин один, а именно припатч. Припатч — это обновление, которое идет перед дополнением. Обычно за месяц, за полтора, до выхода самого дополнения. К примеру, дополнение Shadowlands выйдет точно в 2020 году. Мы это знаем. Если дополнение Shadowlands выйдет в ноябре, то получится так, что припатч, то есть обновление перед дополнением, выйдет уже в середине сентября. То, что нас там ждет, об этом я рассказывать не буду. Можете другие видосики почекать, и все прекрасно поймете. Давайте немножко начнем с PvE составляющей, а именно поговорим о рейдах и подземельях. Как мы прекрасно знаем, в текущий момент идет контент Нзота, контент рейда Неолота. И существует два достижения, а именно Герой своего времени Нзот и на кромке лезвия Нзот. Заразитель Герой своего времени требует всего лишь героическое убийство Нзота, последнего босса данного дополнения. Достижение на кромке лезвия требует убийства в эпохальной сложности Нзота. Собственно, как вы можете, насколько вы можете сильно убить Нзота, в той сложности вы его и убьете. Само собой, кромка ценится обычно в те моменты, когда она сделана не за два дня до выхода дополнения, но все же это приятно. Далее, если пройтись по подземельям, то в текущий момент четвертый сезон Battle for Azeroth дает нам прекрасного маунта. Прекрасный маунт под названием Пробужденный червь сомнения. Дается он за достижение мастер-ключей Battle for Azeroth четвертого сезона. То есть прохождение всех ключей, а именно пятнадцатого уровня, в таймер. Я не думаю, что это в текущий момент сложно, к тому же есть недели, которые являются наиболее легкими, с наиболее легкими модификаторами. Займитесь этим, хотя бы даже если не надеяться на эту легкую неделю, то проходя всего лишь один ключик в неделю, можно за несколько месяцев сделать это достижение, и это не будет напрягать вас. Помимо PvE-шного сезона, есть еще и PvP-шный. Его нумерация такая же, цифра 4 у него. И что мы получаем с него интересного? Мы получаем маунта, если набьем полностью полосочку на аренках, на РБГ. То есть чем больше мы выигрываем, чем в больших брекетах мы выигрываем, тем полоса быстрее заполняется. И победы там засчитываются, по-моему, от рейтинга 1400. Я не думаю, что это проблема от витмаунта за какой-то короткий промежуток времени. К тому же, если есть с кем, то это будет еще и веселый процесс. Также не стоит забывать о том, что имеются различные элитные доспехи, которые уникальны по своей графике, по своему, скажем так, внешнему виду. Если вы любитель трансмога, то займитесь этим. Не стоит забывать о том, что в игре есть немножечко соло-контента, а именно бойцовская гильдия и жуткие видения Нзота. Но окей, видения могут быть разбавлены, и вы можете ходить в два человека, в три, а то и в пять. Почему бы и нет? Но поговорим сначала о бойцовской гильдии. За квесты, за интересную, уникальную цепочку, мы получаем маунта, а именно Брюс. Мы там расследуем убийство, одно очень интересное, летаем по всяким локациям, в общем, реально классная цепочка, там даже суд будет в конце. Ну, вы сами все увидите, спойлерить уж больше я не буду. Касательно видений, есть достижение под названием «Безумный мир», и в награду там дается звание «Безликий». Собственно, нужно пройти видение Штормграда и Аргримара на пять масок. Также там можно еще и маунты интересного полутать, письмоед, нужно вскрывать почтовые ящики. В общем, контент видений достаточно богат для вас будет, если вы им еще не занимались. Само собой, после выхода дополнения появляется некая развилка касательно получения некоторых итемов. Некоторые вещи становятся вообще недоступны получить, а некоторые вещи мы просто сложнее будем получать. К примеру, маунты будут падать реже, или какие-то квесты станут недоступны. Но сначала поговорим о недоступных вещах. А именно, имеется квест, который дается нам после убийства Нзота в героическом режиме, и за этот квест мы получаем маунты, а именно нетронутый порчей змей бездны. Красивый маунт, такой сумеречный дракон, реально кайфовый в модельке. Так что, если вы хотите его себе залутать, самое время убить Нзота в геройке. Я уверен то, что в тот момент, когда Shadowlands уже будет идти к нам, так сказать, будет на пороге своего открытия, будут рейды собирать для людей, которые, например, не дропнули этого маунта. Будут некоторые акции, и даже люди, не особо много наигравшие в этот контент, смогут полутать с этого маунта. Также легендарный плащ, скорее всего, нельзя будет делать. Как показывает практика, квесты старых каких-то легендарок, которые когда-то там были актуальны именно на одно дополнение, они в текущий момент недоступны для своего выполнения. Но, по-моему, плащ и кольцо нельзя делать. Плащ из Бандария и кольцо из Дринора. Касательно более сложного получения каких-либо вещей, можно выделить маунтов, а именно маунта с Джайны, Ледяной Шквал, которым мы в текущий момент занимаемся и дропаем его 3 рейда в неделю, 6 маунтов в неделю. Люди довольны, все кайфуют с этого. Ссылка в описании, можете подсоединяться. В Дискорде все расписано. Ну и также с эпохального Нзота также падает маунт под названием Всевидец из Неолоты. На текущий момент эти маунты падают в 200% дропе. То есть до марта 2020 года они падали в количестве одной штучки. И получается после марта 2020 года они начали падать в количестве двух штук, эти маунты. Сделано это специально для того, чтобы люди надропали себе маунтов, чтобы с Нзота люди надропали маунтов, так как нескоро еще многие гильдии убьют его, ростер у гильдии большой и все такое прочее. Так вот, Ледяной Шквал, Всевидец из Неолоты при выходе Shadowlands будут дропом в 1%. Ну вы уж постарайтесь там, в рейдики приходите, я как смогу, так и заинвайчу вас. 40 человек в рейд, увы, не влезает, как показывает практика. Был отдельный видосик на эту тему, но все-таки стоит об этом упомянуть. Имеется маунт под названием Могучий Вьючный Брутозавр. Его цена 5 миллионов золота. Купив его, вы получаете достижение вес брута. Но в Shadowlands его просто-напросто выпиливают из продажи. То есть он будет появляться на черном рынке по типу удаленного предмета. Ну как, например, чумной протодракон. Кто давно играет, тот поймет, о чем речь. Так вот, если вы хотите в текущий момент получить это достижение, если вам хочется иметь маунта с аукционом, то потратьте 5 миллионов и заимейте себя этого брутозавра. В виде размышления, конечно, могу предложить вам выполнить различные славу героя, славу рейдера, потому что на текущий момент людям, например, делать нечего, а в тот момент, когда выйдет Shadowlands, ну по крайней мере месяца 2-3, люди будут сидеть в новом контенте, на новых континентах и будут заниматься чем-то новым. Старые рейды вы их не затянете. Поэтому сейчас, я считаю, время такое неплохое с целью того, чтобы выполнить эти достижения. Скоро лето, людей непонятно много или мало будет в этой игре. Все зависит от глобальной текущей ситуации, но все же. В дополнение абсолютно ко всем этим славам героя можно повисеть на военных фронтах с целью того, чтобы получить баджики для покупки всяких интересных вещей, для покупки настоя, который повысит опыт твинку вашему при прокачке. Также можно посидеть в экспедициях, в очень уникальном контенте, получить баджики, купить мешочки, ящики и с этих ящиков надропать себе маунтов. Далее, чем еще можно заняться? Эссенции можно подфармить ради великой ачивы, ради такого хорошего достижения, которое требует в себя прокачку всех эссенций до 4 уровня. Да и все на этом. В целом, гляньте сами, чем вы хотите заняться до Shadowlands и, быть может, что-то вы подчеркнете как раз-таки из ранее перечисленных пунктов. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте про ссылки в описании. До скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!